Русских дипломатов Русские акты на складах оружия Чехия высылает 18 сотрудников российского посольства в Праге Высылают за ядерный терроризм В нашей стране произошел акт ядерного терроризма, в результате которого не только был убит господин Литвиненко, но и поставлены под угрозу жизни сотен других людей, которые ходили по улицам Лондона За кокаин пока не высылают 12 чемоданов, набитых кокаином, обнаружили в школе при российском посольстве в Аргентине Нервничают, конечно Скуфи, февраль, апреля Но не высылают Давайте откроем матрешку и разоблачим преступления русских спецслужб, которые прикрываются дипломатией 23 ноября 2006 года Лондон В реанимации одной из больниц умирает бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко В предсмертном заявлении он обвинил в своей смерти власти РФ и лично Путина Через 10 лет это обвинение подтвердил британский суд А операция ФСБ по убийству Литвиненко была, вероятно, одобрена Патрушевым, главой ФСБ, а также президентом Путиным Так за что же убили Литвиненко? Может за то, что он раскрыл подрывы жилых домов ФСБ? ФСБ пыталось подорвать дом в Рязани И по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку Тогда глава Федеральной службы безопасности очень мило на ходу сочинил сказку о рязанском сахаре Это было учение, там был сахар Или же Литвиненко убрали из-за того, что он расследовал преступления 90-х в Питере И напал на криминальный след, который привел его в Кремль В Каше было очень много материалов на криминальную обстановку в северо-западном округе Синити уходил к мэру города Собчаку Естественно, в то время, когда был Путин заместителем мэра Возможно, главой ФСБ лишили жизни за то, что он отказался выполнять заказное убийство олигарха Березовского Сандр Литвиненко на пресс-конференции с группой сотрудников ФСБ Публично заявил, что начальство погрязло в коррупции Одним из приказов сверху было убийство Бориса Березовского Была даже версия, что причиной убийства стала статья Литвиненко под названием «Кремлевский чикатило», в которой он осмелился написать, что Путин – педофил На глазах уземленных родителей, силохранителей, министров, журналистов и самого ребенка Задрал ему футболочку и поцеловал в животе Но это все только версии А есть и факты 1 ноября 2006-го бывшие сослуживцы Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун угостили Литвиненко чаем И не с сахаром да бубликами, а с полонием 210 Элемент, который использовался в качестве важного компонента ядерного заряда Грубо говоря, Литвиненко выпил маленькую ядерную бомбу в сердце Великой Британии Полуний смертельно опасен, на 100% Радиоактивный след привел следователей до Лугового и Ковтуна Их вину доказали и потребовали экстрадиции, но Россия их не выдала Почему? Просто не знаю, ну зачем? Гораздо проще сделать Лугового депутатом Госдумы В узком круге лиц, которые принимали стратегические решения, в том числе и по развитию страны Так одним махом можно и наградить агента и филийную часть ему прикрыть Путин еще тот стратег многоходовок Но Британия таки четырех российских дипломатов за это дело выдворила К слову, в изощренных видах устранения неугодных Путин не новичок Хотя нет, таки новичок Именно этим ядом попытались устранить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери Уши отравителей снова торчали из-за поребрика В офисе британского премьера Терезы Мэй там, напомню, считают, что эти люди сотрудники российских спецслужб А вся операция в Солсбери была спланирована, ну или по крайней мере одобрена на высшем государственном уровне в России Подозреваемые Петров, он же Мышкин и Баширов, он же Чипига Сотрудники ГРУ Помните этих двух любителей солсберских шпилей? Я Петров, а я Баширов, вместе мы ездим по всему миру Какая великолепная игра! Ну и конечно же стопроцентно правдивое заявление, которое разбивает все подозрения британских правоохранителей в пух и прах Англосаксы все врут! У вас был с собой новичок или какой-то другой отравляющий яд или какая-то опасная жидкость? Нет Мне кажется, это вообще бред Да ты шо? Одним словом, все как всегда у русских Я не я, а трава не моя Но в этот раз Лондон выслал уже 23 российских дипломата Тогда их массово высылали из практически всех цивилизованных стран От США до Финляндии Автомашины куплю с магнитофоном Пошью костюм с отливом И в Ялт Франция тоже выслала четверых российских дипломатов Одним из них был Валерий Левицкий Сам он утверждал, что попал под горячую руку из-за истории со Скрипалями Но позже журналисты Лемонт узнали, что Левицкого выслали за шпионаж Ой, ну это вот, знаете, набор феерических клише И чудесный образец вашей пропагандистской работы Год 2014 Россия аннексирует украинский Крым В парламентской ассамблее Совета Европы отвечают на это резко и громко Это шаг номер один Если Россия не поймет нашего сигнала о том, что она должна разрешить ситуацию и прекратить аннексию Крыма То мы должны будем предпринять шаг номер два и исключить Россию Исключить не исключили, но право голоса отобрали Также ограничили возможность занимать руководящие должности в ПАСЕ И принимать участие в наблюдательных миссиях Нужно было срочно что-то делать Тут и пригодился шпион Левицкий Крымский шпион через экс-руководителей Совета Европы договаривается об интересах Кремля С будущим претендентом на должность председателя ПАСЕ А дальше в дело вступают два беспроигрышных козыря Русские деньги и европейская бюрократическая машина И нидерландский пророссийский политик Тинни Кокс Который еще не был председателем ПАСЕ, но очень этого хотел В 19-м году именно он подготовил для Ассамблеи рапорт После которого России вернули право голоса в Совете А уже в январе 2022-го он становится главой ПАСЕ Выиграв у главы второго претендента украинки Марии Мезенцевой Это в то время, когда русские танки уже стояли на границе с Украиной Получается, Левицкий поработал на славу Пацан сказал, пацан сделал Вот только с началом войны в Украине русскую делегацию выгнали из Совета Европы И вся шпионская деятельность пошла коту под хвост Это не было собственным решением российских властей выйти из Совета Европы Их именно изгнали, и позор за это лежит на них самих Но грусть в голосе Тинни практически не прикрыта Ведь, как говорят, лавочка прикрылась После того, как ПАСЕ единогласно высказалась за исключение России Я сказал, что это печальный момент Но я рад, что мы приняли такое решение Женщины-шпионки из России тоже засветились знатно Так, похуду, знаете, сказать, извините, извиняемся Они настолько крутые и засекреченные, что раскрыть их не может никто Ну, разве что журналисты-расследователи Начнем с последнего громкого дела Мария Аделла Мария Аделла, она же Ольга Колобова Около 10 лет общалась с офицерами НАТО Политиками, журналистами, заводила романы И одновременно работала на главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Тут прекрасно все В особенности легенда прикрытия Мать-перуанка, отец-немец, родилась она в Перу В 80-м году мама, которая участвовала в Олимпиаде, привезла Марию в СССР Отдала ее в приемную семью и уехала Но отношения с приемными родителями у брошенной девочки не сложились Потом у нее были плохие отношения с приемными родителями, поэтому она больше не хочет иметь ничего общего с Россией Но это не помешало Марии Аделле стать дизайнером-ювелиром и открыть бизнес по продаже дорогих авторских изделий в Италии, которые оказались дешевой бижутерией с Алиэкспресс Как же ее могли разоблачить? Даже не знаю Пусть идти, я заразная! Сюзан, скажи, что ты обделалась Я бы сразу дала дорогу Я обделалась! Все просто Журналисты, расследуя деятельность уже известных Петрова и Баширова, выяснили, что агенты ГРУ получают за гранпаспорта одной серии Мало того, еще и с четкой последовательностью по номерам Марии Аделле снова приходится стать Ольгой Колобовой и срочно вернуться на родину Как здесь классно! Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в твоем доме жили, настолько все душевно! Теперь русская шпионка работает в пенсионном фонде То ли дело судьба другой скандально известной мадам, которая воплотила русскую мечту Из американской тюрьмы в Госдуму Мария Бутина Развести их, чтобы я оба пистолета видел, право опустить Корпусом! Еще корпусом на меня! Маша всегда умела эти две вещи Владеть оружием и корпусом Это и есть ее секрет успеха Сначала она познакомилась с пожилым сенатором Торшиным и стала его помощницей Дырки в бюджете Ничего, дыры залатаем, по-новому заживем А дальше начинается шпионская история Бутина занялась выстраиванием подпольного неформального канала связи между Россией, Республиканской партией США и Дональдом Трампом Как результат, два пожилых, но состоятельных американских любовника, один из которых сдал ее ФБР Громкий дипломатический скандал, суд и приговор 18 месяцев в американской тюрьме Но что не сделаешь ради Родины? Это все-таки были романтические отношения или вы здесь все-таки руководствовались интересами Родины? Это неразрывно связанные вопросы В смысле? Ну, неразрывно связанные вопросы Короче, что не ясно? Если эскорт связан со шпионажем, то это не эскорт, а любовь к Родине Жизнь сложная штука, да? Ну, это сложно сказать, что привезли Я всегда Родина превалирует А, Родина? Конечно Родина в долгу не осталась Квартира в центре Москвы, работа на пропагандистском Russia Today И, наконец, место в Госдуме Идеальное рабочее место для Марии Похотливых старичков много, работы, непочатый край Много целей и задач, вот их постепенно стараемся реализовать Российская дипломатия четко отражает путинский режим Очень претензионно, максимально подло и чертовски неэффективно Именно поэтому мировое сообщество начало терять терпение Страны высылают русских дипломатов, у которых под дорогими пиджаками четко прослеживаются погоны СВР, ГРУ и ФСБ Да и сама русская дипломатия уже заняла очередь Сразу же за русским военным кораблем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok